доброе утро у нас плюс 17 тепло хорошо дождик был ночью обещали грозу но я что-то не слыхал собаки миша гриша надо им конфеты дать что ли так посмотрим кто первый рыженький вот вот такой хороший миша тебе конфета миша иди сюда миша большой вроде идет он не спешит не спешит миша никогда на тебе конфеты на ну хорошо давайте начинаем ребята сегодня день радио этот праздник я праздную очень давно так что всем радиолюбителям 73 хорошо ну вчера наверно вы уже слышали если следите за новостями машину прилепина подорвали в поселке пионерский в нижегородской области в пионеры подорвали какой-то прилепин какой-то он писатель путинист ну в общем так живой остался две противотанковые мины подложили а он как-то живой остался крепкий писатель так следственный комитет возбудил дело о теракте после подрыва автомобиля прилепина ну вот так что тут еще ну вот сразу много комментариев особенно ютюбе что ну вот например подоляк значит это украинский деятель значит рассказывает что так 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 все подобные эксцессы нужны кремлю для того чтобы нагнетать страх ну то есть это фсб фсб кгб короче так что еще опс профессор прибраженский на твиттере уверен взрыв прилепина как и ранее взрыва татарского и дугиной дело рук фсбшников никому кроме фсб это не нужно никто больше не станет тратить ресурсы на уничтожение людей никак не влияющий не влияющий не влияющих на ход войны да никому они не нужны в прилепин в частности опа ответственность за теракт против прилепина лежит в первую очередь на сша заявили мид эльфе нифига это тасс передает что тут еще у меня сша подготовит партию вооружений на 500 миллионов долларов для поставки тайваню ну хорошо да будем защищать тайвань что тут еще интересного актер александр чуть рюмов тют рюмов сыгравший в сериале убойная сила умер в возрасте 64 лет причина смерти неизвестна ну-ка чё россии мужики дольше не живут это я зажился но я в америке в петербурге школьник скончался после отказа в госпитализации вызывали две бригады скорой помощи они выставили дома и он умер школьник четвероклассник в петербурге вернее тут в колпино написано в уфе в уфе а чё такое в уфе в уфе локализовали пожар в кинотеатре на площади 400 квадратных метров нифига себе никто не пострадал а никто не ходит в кино так в москве ревнивый муж отрезал жене руку болгаркой вот вот это вот гадость вот каждый день ведь а так гастроэнтеролог кашух супы на мясном бульоне могут навредить людям я собакам варю собакам не вредно точно вам говорю дмитрий песков поцеловал руку али пугачёвой на похоронах юдашкина юдашкина хоронили слова ли пугачёв силы пво украины впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету кинджаль об этом утром в субботу за сегодня воскресенье уже заявил как командующий воздушными силами украина генерал николай алищук а ее же вроде не сбивают вообще она такая она незаметная вокруг земного шара четыре раза облетает никто ее не видит а украинцы сбили утром в субботу 6 мая в красногвардейском районе крыма прозвучало два взрыва что-то горит поднимается дым комментарии крымские партизаны сделали очередную вылазку против режима путина что тут еще госдума спешно собирается принять новый закон обязать транс людей непременно делать корректирующих корректирующую операцию иначе документы о смене гендера о смене пола им выдавать не будут в думе уверены в думе уверены что люди побежали за справками о смене пола чтобы избежать мобилизации я уже говорил об этом все блоки запорожской аэс остановлены это сообщает директор директор в кавычках потому что это русские посадили его черничук остановили все блоки не знаю хорошо это или плохо кадырова наградили золотой медалью имени курчатова которую 62 года присуждают за выдающиеся работы в области ядерной физики и ядерной энергетики это все что надо что вам надо знать о передовой российской науки да вот так вот сразу комментарий академик кадыров теперь еще еще и выдающийся ядерный физик украине воздушная тревога объявлены на большей части территории украины опять ракеты так что еще высо утверждают что россия стреляет по бахмуту фосфорными 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 боеприпасами фосфорные бомбы запрещено применять в районах где может быть гражданское население да им на все наплевать а он сейчас будет выражать озабоченность так в оренбурге обрушилась карусель цепочка в парке отдыха так из-за сбоя гидравлической системы и здесь ролик ну такая карусель там на цепях эти кресла и в общем они довольно-таки высоко крутятся а потом она раз вот так вот и все и упала представитель парка ок отказался дать комментарий пострадали не менее 15 человек да там дети катаются обрушилась 6 мая кошмар а так новые аттракционы открыли отремонтированные 2 мая двадцать третьего года карусель тоже новая так сбербанк открыл свое первое в крыму отделение он же теперь сбер называется ну как открыли так и закроют дураки многие кстати здесь говорят на ютюбе что вот крымский мост это будет конец если взорвут крымский мост все все посыпется у русских но взрывайте чё сергей лавров заявил россия обсуждает перевод в другую валюту имеющихся у них индийских рупий я вам говорил что набрали этих рупий за нефть или за газ вот и некуда их девать не нужны они совсем никому так что еще в сша проинформировали о резком повышении температуры поверхности моря это очень плохо ребята тепловые волны по всему миру кошмар какой-то это будет угрожать существованию планеты через несколько сотен лет москве закончились новые автомобили volkswagen ну все и больше не будет над крымом сбили две украинские баллистические ракеты вчера передавали одна была ракета сегодня уже две завтра будет четыре интересно по моему это чушь какая-то украина вернула из плена 45 защитников азов стали а россия трех летчиков да поменяли нифигу кстати один из летчиков раскаялся и попросил сослуживцев сдаваться да выступил и сказал да вот интересно он сказал я очень хочу чтобы сослуживцы прислушивались прислушивались к моим словам не повторяли моих ошибок и сложили его оружие поймите пацаны здесь нет ни фашистов ни злодеев мы воюем против мирной нации которая жила прекрасно жила бы еще без нас вот так ну правильно вообще то шансы байдена гораздо более сильные чем трампа да ну я против трампа но байден уже старенький совсем это в америке да грядущий выбор америки ну посмотрим тетя роза интересно на твиттере если говорить по сути фашизм это про высшую расу ну в общем да белокурая бестия у ниши это считали фашисты считали себя высшей расой а дальше вот она пишет а расизм или русский мир это торжество быдло так что отличия есть это в общем да что тут еще карл третий коронован церемония прошла в вестминтерском аббатстве ну вот так вот да здравствует король среди почетных почетных гостей на коронации Карла Третьего в Великобритании были первая леди Украина Елена Зеленская австралийский рок-музыкант Ник Кейв президент Франции Эммануэль Макрон и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон оба последних с супругами так интересный комментарий а плешивый диктатор диктатор по привычке сидит на чемодане в бункере в полном одиночестве да ну конечно господи что тут еще да все в принципе а вот на складах с порохом в Свердловской области прогремели взрывы загорелись склады с порохом идет эвакуация населения это в Свердловске в области вот так вот а ну и вот последнее у меня Минздрав может сократить время продажи алкогольных напитков это федеральное агентство новостей передает так может запретить в России могут запретить продажу алкогольной продукции в период с 20.00 до 11.00 а вот тут у меня есть подробности мало того вот что предлагает Минздрав увеличение минимального возраста продажи алкоголя 21 год установление дополнительных запретов в сфере рекламы запрет скидок с цены алкогольной продукции запрет на размещение алкогольной продукции в прозрачных витринах ну и так далее ну ребята опять начинается борьба с алкоголем ну ладно пока